О том, что мир как никогда ранее приблизился к новой опасной черте, за который следует Третья мировая война, свидетельствует множество косвенных признаков. Усиление конфронтации России с Западом началось скачкообразно. Сразу после мюнхенской речи Путина от 10 февраля 2007 года мы получили войну в Южной Осетии. После появления Евразийского Союза происходит запуск проекта США, Трансатлантического договора о свободной торговле. После присоединения Крыма, Запад вводит жесткие экономические санкции и выводит Россию из формата большой восьмерки. Моментально произошло резкое падение нефтяных котировок со 105 до 30 долларов за баррель. После удачной сирийской кампании происходит провал проекта газопровода Турецкий поток, война в Армении и Майдан в Казахстане. В принципе, реакция США вполне логична. Россия ударила по базовым столпам американского могущества. Начало вещания телеканала Russia Today 10 декабря 2005 года означало попытку подорвать монопольное господство США в мировых СМИ. Russia Today вещает более чем в 100 странах мира, доступен 700 миллионам зрителей. Пятидневная война в Южной Осетии от 8 августа 2008 фактически приостановила расширение НАТО на восток, разрушив миф о всесильности блока. Появление Евразийского экономического союза 1 января 2015 означало возникновение еще одного полюса власти в монополярной системе международных отношений. Это был прямой вызов Соединенным Штатам. Инициативу Путина продавать нефть за рубль, иначе как попыткой расшатать господство доллара, назвать нельзя. Участие Воздушно-космических сил РФ в Сирии от 30 сентября 2015. Это был вызов монополии армии США на применение насилия во всем мире. С марта 2014 года США проводят непрерывную череду военных учений под названием Атлантическая решимость. Цель сдерживания и ослабления Российской Федерации. С 7 по 25 марта 2016 года военнослужащие Азербайджана отправились на турецкую авиабазу Конью для военных учений. С 17 по 29 апреля в Латвии прошли учения НАТО Саммершилд-13. С 2 по 19 мая Эстония провела в составе НАТО военные учения Спрингсторм, в которых участвовало 6 тысяч военнослужащих из 10 государств НАТО. Это были самые крупные учения за всю историю страны. 9 мая военные учения ВВС США прошли на территории Финляндии. Молдова поучаствовала в молодоамериканских учениях Dragon Piner 2016, которые прошли с 5 мая по 20 на Бельском полигоне. С 11 по 26 мая на грузинской военной базе в Азиане прошли военные учения Грузии и США. Нобл Партнер 2016. В сущности, эти военные учения по периметру границ России отрабатывают действия по сценарию будущей войны. Разрабатывают модель будущих атак с запада Польша-Прибалтика, с юга-запада Молдова-Украина и юга Кавказ. Неудивительно, что буквально через несколько дней после окончания турецко-азербайджанских учений 2-5 апреля произошли ожесточенные вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Четырехдневная война. 17 мая Тиргизия была в шаде от госпереворота. 21 мая вспыхнул земельный майдан в Казахстане. Видимо, это было ответом запада на участие Нурсултана Назарбаева в параде победы на Красной площади. Но пока что конфронтация запада с Россией наносит ущерб и самому западу. Попытка сместить башар-асада провалилась. Азербайджан войну против Армении проиграл. Майданы в Тиргизии и Казахстане захлебнулись. Продление санкций против России в следующие пять лет может обойтись западу в более чем 92 миллиарда евро в виде потерь доходов от экспорта, а также 2,2 миллиона рабочих мест. Может, действительно настал момент серьезно обдумать предложение Ангела Мертель о создании Единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok